Школу мечты строят в Южном городе. Строители обещают, из нее даже домой уходить не захочется. Министру образования России Дмитрию Ливанову и губернатору Николаю Меркушкину показывают, как здесь будет организовано пространство. Просторные классы, три спортзала, зимний сад, уютная библиотека и современный пищеблог. Поставили себе задачу создать цифровую школу. Николай, безусловно, сказал, мы хотим сделать одну из лучших школ, по крайней мере, Самарской области. Это зоны Wi-Fi. В стране. Будем стараться. Это зоны Wi-Fi во всех коридорах, в том числе кабинетов. Это, соответственно, внедрение автоматической системы учета для возможности дистанционного родительского контроля за посещаемостью, за успеваемостью, дневниками, журналами. Школа рассчитана на полторы тысячи учеников. И ее открытие с нетерпением ждут не только дети, но и педагоги, которые хотят здесь работать. Есть задача опередить намеченные сроки. Строители намерены сдать объект в эксплуатацию, уже к концу этого года, а не 1 сентября 2017-го, как планировалось ранее. С учетом всех процессов передачи объекта в муниципалитет и профильное министерство, школа откроет свои двери ученикам как раз 1 сентября 2017-го года. 1 сентября этого года должна открыться школа в Волгаре. Сейчас здесь идет внутренняя отделка, и частично начали восстанавливать благоустройство вокруг будущей школы. Внутри почищено, сделано 60-65%. И все отделочные работы закончим мы 30 июля. Уже все будут готовы абсолютно. Так что и благоустройство тоже до 30 июля. Я сейчас говорю о строительных работах, а вот оборудовании. Ну это точно требует времени. Ну жители ждут, когда школа откроется. Ну, уже 600 заявок. Трехэтажные здания рассчитаны на 40 классов, то есть тысячу человек. Проект сейчас находится на согласовании в Москве, чтобы получить статус типового. Здесь, как говорит застройщик, удалось найти баланс качества и стоимости. Марина Матвеевична, Константин Головин. События.